МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проседатель Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации Ассамблея народов России Руслан Ковейко. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Романович, о деятельности вашей организации наши корреспонденты сделали небольшой сюжет. Давайте посмотрим. Ассамблея народов России – одна из крупнейших общероссийских неполитических организаций. Ее цель – укрепление и развитие межнациональных связей и межкультурного диалога. Ассамблея народов России существует с 1998 года. Она играет важнейшую роль в реализации национальной политики страны, является добровольной, самоуправляемой общероссийской общественной организацией и объединяет представителей более 160 народов Российской Федерации. Она выступает за равенство и справедливость в отношениях между всеми национальностями, за их самобытное развитие и всестороннее сотрудничество. Защиту прав и свобод человека независимо от национальности и расы и принадлежности. Ежегодно Ассамблея народов России проводит мероприятия, направленные на укрепление принципов демократии, свободы и терпимости, диалога и взаимопонимания между народами. Среди проектов – Конгресс народов России, молодежный форум «Мы россияне» и образовательный форум «Территория смыслов». Руслан Романович, остановимся на истории создания Общероссийской общественной организации Ассамблеи народов России и Севастопольского регионального отделения. Ну, основное вы уже сказали, в принципе, облегчили мне здесь работу. Единственное, я могу сказать, что создал эту организацию в 1998 году Абдулла Типов. В данный момент он является почетным председателем этой организации. А председателем организации является Смирнова, Светлана Константиновна, доктор политических наук. Председателем исполкома, который курирует, кстати, Севастополь, это Абдуганеев Надежон Надежжонович. Основное, ну, давайте я расскажу про, как создавалась эта организация в Севастополе. Потому что про нее вы очень хорошо осветили. В Севастополе где-то примерно в мае-июне месяце предложили создать эту организацию Ассамблеи народов России и Севастопольское отделение. Перед тем, как заняться за ее организацию, конечно, были много сомнений, и пришлось поездить, поговорить с представителями национально-культурных сообществ, с диаспорами, с людьми, как, что, чего. И оказалось, что, в принципе, этот вопрос у нас в городе стоит остро. То есть эта Ассамблея нам нужна. Очень помог в организации Ассамблеи народов России Бенали Сергей Анатольевич. В том смысле, что он был в Москве, разговаривал. Он мне предложил возглавить эту Ассамблею. После того, как я переговорил с сообществами, на сентябрь месяц у нас было назначено учредительское собрание, где присутствовали и председатели сообществ, и национально-культурные. Это где-то 30 сентября. После проведения собрания мы отправили все документы в Москву. 16 февраля на своем заседании Совета Ассамблеи народов России приняло решение в Севастополе открыть Ассамблею народов России. Это было воспринято очень возрешевленно в Москве, потому что вообще люди очень с возрешевлением принимают и севастопольцев, и крымчан после известных событий. Но после этого мы занялись рутинной работой, то есть регистрацией. Кто же был инициатором создания регионального отделения в Севастополе? Ну вот я и говорю, предложил Бенали Сергею Анатольевич мне, и основную всю работу проводил я. Какие народы вошли в Ассамблею в нашем регионе? В нашем регионе, то есть в Новосибирическом собрании, у нас были азербайджанцы, армяне, русские, украинцы. Ну, примерно вот эти народы, чуваши. Почему мы проводили? Дело в том, что это у нас было учредительное собрание. А в данный момент мы в стадии организации. То есть после того, как после майских праздников мы получили официальную регистрацию, в данный момент проводим консультацию с председателями национально-культурных сообществ, диаспор, для того, чтобы совместно разработать план нашей работы, ввести в совет. То есть в данный момент севастопольское региональное отделение, оно создается в Севастополе. И мы считаем, что туда должны войти представители всех народностей. Дело в том, что здесь по переписи населения 2010 года у нас 103 национальности. Вот. А всего юридически у нас национально-культурных сообществ где-то 32. 32-33 здесь они расходятся. Это, представляете, это непочатый край. То есть у нас выходит еще 70 национальностей, они где-то вот не приобщены к делу, они не имеют своих национальных культурных сообществ. То есть работы много. И в ближайшем будущем планируется их вовлечение в вашу ассамблею? Тем более у нас существует в Севастополе анкос, ассоциация национально-культурных сообществ. Я встречался с Мелоданом, у которого обширный опыт в этой практике, с 93-го года работают. Приложил совместную деятельность, чтобы этот опыт не пропал, чтобы войти в совет. Вот взаимопонимание у нас получено. То есть мы, в принципе, друг друга поняли. Фактически, ну мы же работаем, мы делаем одно дело. То есть мы готовы, Ассамблея народов России, она готова работать с организациями, которая готова работать на дружбу народов. Дружбу, взаимопонимание. Ведь мы севастопольцы. Давайте подробнее остановимся на целях и задачи Ассамблея. То есть на Севастопольском региональном отделении. И какое же взаимодействие производит Ассамблея с органами государственной власти, органами местного самоуправления в реализации государственной национальной политики? Ну, я взял, захватил с собой выдержки с нашего устава, чтобы не быть вот так вот голословным, чтобы не говорить. С вашего позволения, я просто с устава засчитаю о том, чем занимается Ассамблея и должна заниматься, и наши задачи и цели. Основными целями Ассамблея являются укрепление единственной и духовной опности многонародного народа Российской Федерации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, восстановление и сохранение национальных, культурных традиций народов России, обеспечение их всестороннего гармоничного развития, гармонизация национальных и межнациональных отношений, способствует утверждению межнационального согласия в Российской Федерации, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, это, по-моему, из основных вопросов, которые являются у нас в Севастополе и в Крыму, содействие и объединение, координация общественных, частных, государственных структур в деле поддержания инициатив, направленных на развитие всестороннего взаимовыгодных и прочных свежей между народами, а также на вовлечение в эти процессы максимальных широких слоев общества. Для достижения этих целей Ассамблея решает следующие задачи. Это сохранение развития культур, традиций, языков народов Российской Федерации, обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств, развитие межнационального сотрудничества, оказание содействия органам государственной власти, органам местного самоуправления, национально-культурным объединениям и другим некоммерческим организациям в реализации государственной национальной политики, оказание содействия в разработке и представлении органам государственной власти, органам местного самоуправления, докладов и предложения по вопросам гармонизации междунациональных отношений и совершенствованной государственной национальной политики, содействие общественным и культурным организациям народов России в осуществлении их связи с отечественниками за рубежом. Это примерно тот перечень целей и задач, которые Ассамблея будет решать. Естественно, те задачи, которые Ассамблея решает в своих регионах, а на более 80 регионах имеет свое региональное отделение, то же самое касается и регионального отделения Севастополя. Кстати, я хотел показать книгу «Лица России». Это вот такая книга, которая была выпущена при содействии Ассамблеи народов России. «Лица России» – «Россия многоциональная в фотографиях и историях». В этой книге рассказано в основном о всех национальностях, о людях, которые представляют эти национальности, которые достигли своей профессии. Здесь очень много национальностей. И вот если вы обратите внимание, здесь есть пустые квадратики такие. Вот мы надеемся, что в этих пустых квадратах скоро появятся и знакомые нам лица севастопольцев. Об этом мы разговаривали в Москве. То есть продолжение будет выпуска этой книги. На это мы надеемся. А кто издатель? Это при содействии, поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по междунациональным отношениям. Планирует ли Ассамблея мероприятие по взаимодействию с зарубежными физическими и юридическими лицами в соответствующей сфере деятельности? То есть какие-то международные связи планируете? Да, у нас даже в уставе есть этот вопрос. Это так называемая народная дипломатия. Она имеет многовековую такую традицию. Этим занимались еще монахи в свое время народной дипломатии. Также мы, хотя вот мы начали зарегистрироваться после майских праздников, но до этого мы уже обговаривали и с Белорусской Ассамблеей народов Белоруссии. Также у нас и Казахская Ассамблея народов Казахстана. Кстати, где там возглавляет Ассамблею президент Казахстана, Зашултан Назарбаев. С рядом обговаривали, недавно, кстати, приезжали к нам представители Татарстана, где мы разговаривали о подписании договора между Ассамблеей народов России и народов России Татарстана. В этом отношении нам очень хорошо поддержку осуществляет, помогает, в принципе, Рябых Владимир Николаевич. Где-то месяца два назад я был в Симсерополе, где создавалась Черноморская Ассоциация Международного Сотрудничества. То есть это вот как раз вопрос народной дипломатии, работе соотечественников, которая у нас за рубежом. Вы уже упомянули о том, что образовались совсем недавно, фактически вот в мае этого года. В каких-то мероприятиях вы уже успели принять участие? Ну, вот так вот получилось, что мы сразу, как-то к нам обратился председатель Национального культурного сообщества Казанских Татар и Башкир, Джамиль Шамчиевич. У них был праздник национальный 5-го числа. Сабантуй. Сабантуй, да. И мы вот к этому присоединились. Дело в том, что так оказалось, что у нас День исторического бульвара был. Ну, и вот как раз, и благодаря вашему каналу, спасибо, вы очень быстро так окликнулись с оповещением этого, потому что буквально время было мало, и я, по-моему, обратился за сутки где-то, и этот вопрос был решен. Поэтому спасибо. На этом мероприятии, что поразило, конечно, отношение Татарстана к этому. Приехал представитель госсовета, привез поздравления от президента Татарстана. Вот, конечно, очень хорошо нам помогли, знаете, когда вот мы сидели за столом, и национальное блюдо щак-щак. И вдруг представитель Татарстана очень удивился, узнав, что этот щак-щак готовила девушка украинка. И она готовила впервые это блюдо. Он говорит, я никакой разницы не почувствовал. В этом участие приняли девушки со «Справедливой России». Они вот здесь пекли большой пирог такой, тоже на татарском блюде все. Там же также присутствовал, очень быстро окликнулся и депутат Государственной Думы Бричак Михаил Васильевич. Вот. Благодаря всем за это. Конечно, в чем я вижу и работу с ассамблеи, я когда вот это вот увидел, это праздничество, через год, конечно, в голове закрутило, что его надо провести. Хорошо бы, если бы вот на этом празднике с каждым у нас сообществом были хотя бы, я понимаю, что они совпали, но хотя бы по два человека, чтобы там их поздравили. И белорусы, и украинцы, и было бы как-то, ну, как одна семья. Вот. Хотя это прошло весело, хорошо. Но вот, к сожалению, вот такое мероприятие у нас это было первое. Ну, конечно, я надеюсь, не последнее. Все еще впереди. Все, да, впереди. А какие первоочередные задачи ставите перед собой в ближайшее время? Ну, то есть до конца текущего года, что хотите сделать, какие вопросы охватить? Нам, конечно, сейчас в первую очередь надо, это планы работы на этот год. Но для этого, я говорю, мы сейчас встречаемся, беседуем с представителями наших сообществ. Мы должны в перспективе круглый стол провести для того, чтобы обсудить план нашей работы, какие проблемы надо решать с привлечением. Дальше в Ассамблее народов России там существует множество комитетов. Нам также надо будет организовать комитет. При Ассамблее народов России нам надо будет открыть ресурсный центр. Ресурсный центр – это такой методический ознакомительный центр, который еженедельно на прямой связи специалисты с Москвы объясняют, говорят, как проводить работу в межнациональном, межэтническом общении. То есть, потому что работа движется вперед. В Ассамблее народов России очень хорошие специалисты своего дела. И поэтому вот эта вот помощь нужна будет. Ну и также заключение. Наши юристы работают над договором между правительством и Ассамблеей народов России севастокольским отделением по совместной работе. Также мы сейчас готовим ряд меморандумов с теми же политическими партиями по совместной реализации стратегической национальной политики. Ну, в перспективе вот эти вот документы мы готовим для того, чтобы в итоге провести обширный круглый столб с привлечением председателей всех сообществ, всех конфессий, с приглашением правительства. Ну что ж, время нашей передачи «Естекло». Благодарю, что познакомили нас с вашей организацией и рассказали о ее деятельности. Успешной реализации всех ваших планов. Эфир телеканала продолжается. Актуальные темы еще впереди. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова